Мода от просто дизайнерского замысла отличается прежде всего своей востребованностью. Если идеи дизайнеров прижились на улицах больших городов, значит они оказались по-настоящему модными. В этом фэшн-проекте участвуют модели и стилисты нашего города. А что будет применимо в жизни, мы узнаем непосредственно у участников процесса. У нас сегодня девушки натуральные, у них лук идет, макияж, прически у нас волосы все убраны, в косы заплетены. Мужчины будут у нас в классических костюмах с бабочками, поэтому делали образы такие более классические, где-то даже с блеском. Это образы очень мужественные, элегантные. Основная бьюти-тенденция сезона – это натуральность, которая в свою очередь подразумевает под собой ухоженность. Это касается как прически, так и макияжа. Подчеркиваем только глазки с стрелками, у нас будет спокойный цвет теней и губы нейтральными тоннами. Минимум косметики и максимум естественной красоты. В этом сезоне актуальны голливудские волны, небрежные волны, по цветовой гамме естественный цвет волос. Сейчас крайне редко бывают яркие решения, пряди. В моду возвращаются челки, очень актуально весна-лето. Что касается мужских причесок, стилисты большое внимание уделяют деталям. При этом в центре внимания классическая форма стрижки. Сейчас все идет индивидуально. Челки вперед мы мужчинам сейчас исключаем. Дорабатывается стрижка уже именно по форме головы, потому что человека воспринимаем не только с одной стороны, а со стороны, как я называю, 3D. Поэтому стрижка со всех сторон должна быть без ямочек, без всего. Она должна быть все-таки целостной. Подиумные образы не всегда бывают применимы в жизни. Но в данном случае стилисты отказались от излишней экстравагантности. А значит все увиденное можно воспринимать как руководство к действию. Платье города в этом году меняет традиционную площадку. При этом концепция шоу останется такой же, какой ее привыкли видеть в последние годы. Конкурсные работы дизайнеров-участников будут представлены в трех номинациях. А о том, как проходил предварительный отбор коллекций, узнала Элина Ахмедшина. Дефиле VIP-персон известных людей нашего города традиционно открывает фестиваль «Платье города». Обычно выходу на подиум предшествуют репетиции и примерки. На одной из которых побывала наша съемочная группа. Мне очень нравится, что у каждого своя история. То есть кто-то у нас фея, кто-то у нас жильцбонд, кто-то у нас рыбак. Все в образах очень разные. То есть кто-то нежный, кто-то брутальный, кто-то интеллигентный, такой как бы строгий. То есть все очень разные. Зритель может ощутить разные эмоции, разные состояния, разные характеры. То есть я думаю, что это будет очень интересно. И отличительная особенность дефиле в этом году – это у нас «Фэмили Лук». То есть у нас многие VIP-персоны пришли на это мероприятие со своими детьми, и мы в течение месяца это все репетируем. Я на сцене хотела появиться с дочерью, потому что для меня, как для уполночного поправа человека, очень важно продвигать идею толерантности, идею открытости к особым детям. У меня дочка особенная, у нее аутизм, ей 10 лет. И для нее эти репетиции еще сложнее, чем для меня. И здесь я увидела очень доброжелательный коллектив, доброжелательную атмосферу. И еще больше укрепилась в этом желании появиться на публике со своей уже взрослой дочерью. Образы, которые будут представлены на подиуме, в большинстве в своем созданы челябинскими дизайнерами. Наша задача в платье города – показать шоу. И оно удается, потому что там же создается образ, и образ стильный обязательно. И в то же время и на сибельную одежду. То есть человеку нравится, он хорошо себя чувствует, комфортно. Мы никогда не делаем вещь такую, знаете, одноразовую. Конечно, от кутюр вещь, конечно, она на подиуме смотрится эпатажно. Да, какая-нибудь добавляет. То есть вот такая фишка, которая действительно зацепляет и действительно говорит «да, это yes». Я давно знаю Веру Алексеевну, директора Ателье Фортуна. Она предложила мне идеи, зная, что я люблю элегантный кэжу, так называю. Мне нравится стиль Шанель. Мы увидели с ней последнюю коллекцию, которая буквально две недели назад. И мне она понравилась. Поэтому мы решили воплотить мою мечту. То есть у нас не платье города, у нас костюм города. Платье придумывала моя дочь, и я вместе. Цвета мы ходили выбирали. Мы искали прежде всего градиентную ткань. И когда мы нашли подходящий вариант, исходя из этой ткани, мы уже подобрали вторую ткань, чтобы они сочетались между собой. «Что символизирует? Какую информацию доносит Миру в ваши наряды?» «Женственность, красота, изящество». «Ваши аксессуары?» «А это я занимаюсь куклотерапией, шью авторские куклы. И вот хотела прорекламировать тебя как терапевт. Это платье родилось очень быстро. Только я пришла, сказала только, наверное, по поводу цвета. Девочки меня сразу поняли. Буквально за неделю три примерки платья было готово. Я давно занималась и балетом, и гимнастикой. И думала, что для меня будет все очень легко. Но нужно правильно шагать, нужно правильно смотреть, нужно задержать спину. Очень много движений, которые думают, что делаются просто так, оказывается, оттачиваются каждый шаг. Юристы, чиновники, общественные деятели, бизнесмены и артисты. В нынешнем году состав участников не ограничен одной сферой деятельности. Оценить наряды местных дизайнеров можно будет 25 марта на фестивале или несколькими днями позже в выпусках Beauty Time. Цветочная мастерская «Экзотик». Последние тенденции флористической моды. Букеты и композиции для выражения ваших чувств. Оформление свадебных церемоний. Дизайн интерьера и экстерьера. Галерея цветов на труда. Павильон 3. Телефон 777-1011. Работаем круглосуточно. Администрация города Челябинска и имидж-клуб Светлана представляют 17-й фестиваль моды «Платье города». 25 марта. Конгресс-отель «Малахит». В программе показы конкурсных коллекций. Дефиле известных людей города. А также гости фестиваля. Анна и Алексей Бородулины с премьерным показом коллекции «Прета-Порте Делюкс» «Дивы». Подробности на сайте светлана74.ру Ни для кого не секрет, что профессиональная косметика сегодня представлена в фирменных магазинах в свободном доступе. Отличие ее от других декоративных средств в том, что необходимо обладать особыми навиками нанесения. Некоторые секреты от официальных визажистов бренда в продолжении выпуска. Наряду с новыми коллекциями, которые выпускаются к каждому сезону, свои обновления представляют и производители декоративной косметики. Премьера сезона от Make Up For Ever – палетка теней, которую презентовали на прошлой неделе в Челябинске. Выход нового продукта стал поводом для встречи известных визажистов и всех тех, кому важен этой весной мейкап в последних тенденциях. Это бренд, который выполняет абсолютно многие задачи, которые ставит перед ней визажист. Это и стойкость, и пигментированность, текстур, и при этом максимальная естественность. С помощью продуктов этой косметики можно сделать и коммерческий макияж, и фэшн, и креативный, то есть на сколько хватит вашей фантазии. Каким бы ни был макияж дневным, вечерним или даже подиумным, он всегда начинается с ровного тона. Говорить о тональных средствах с визажистами можно бесконечно. Очень интересный момент, что у них есть темные тональные средства, очень хорошо для дневной коррекции. То есть если девушка идет куда-то и не хочет очень ярко выглядеть, очень удобно скорректировать именно просто тональными средствами. Они очень хорошо друг с другом взаимодействуют, очень удобно. Они дают максимально плотную текстуру, при этом незаметную, с идеальным тоном, но при этом никто не будет понимать, откуда эта идеальная кожа, не будет видно тонального на лице. Главной темой этой встречи стало выступление Анны Меркушевой, национального визажиста бренда. Макияж с применением новой палетки стал своего рода мастер-классом для любителей и профессионалов. Некоторые оттенки, например, можно использовать для хайлайтера. Например, вот эти два, да? То есть пола хайлайтера для всех оттенков. Они немножко разные, по текстуре они именно не первомутровые. Сзади вы найдете описание этих номера, и вы увидите, что здесь есть в принципе металлическая текстура, металлик. В чем ее фишка? Это не просто один пигмент, это в одной синюшке создано три пигмента. Есть какая-то темная основа, то есть черная или темно-коричневая, и затем чуть светлее и чуть темнее. За счет этого, например, цвета получаются очень интересные. Но при этом их наносить нужно именно такими вот подваживающими движениями, чтобы передать максимальный пигмент. Когда вот ты хочешь что-то поэкспериментировать, ну, например, не хочешь покупать целую шишку, удобно купить палетку и попробовать. Маленькие объемы, они дешевле, они удобно скомбинированы, и плюс они всегда в тенденции. Палетка очень яркая, сочная, с множеством сиящих текстур. Я вообще в макияже очень люблю смешивать тепло-холодность. То есть я использую и теплые, и холодные цвета на одном человеке. Даже на холодном я могу теплую гамму положить. Можно сделать яркие, весенние, летние образы, смелые довольно. И можно сделать обычный макияж, который можно будет использовать, носить каждый день, такой, как нюхтный макияж. Есть и матовые текстуры, и сияющие, что тоже очень помогает в создании образа. В тенденциях макияжа весенне-летнего сезона по-прежнему остаются сияющая кожа и натуральность во всех своих проявлениях. А для вдохновения и выражения различного рода эмоций всегда можно обратиться к богатой цветовой палитре. Мы смотрите Beauty Time. Несколько трикотажных идей в деликатных оттенках в продолжении выпуска. С психологической точки зрения серый цвет свидетельствует о желании оставаться в тени. Но это вовсе не говорит о дискомфорте персон его предпочитающих. Напротив, люди в сером часто бывают весьма эмоциональными, а сдержанные оттенки позволяют им сохранить равновесие. Серый не раз признавали одним из самых любимых цветов дизайнеров моды. Он присутствует практически в каждом модном сезоне и сочетается с любыми тонами, как яркими, так и приглушенными. В весенне-летнем сезоне этот цвет приходит на смену черному и темно-синему в деловом гардеробе. Уместен он и в формате casual и в вечернем контексте. Серый даже может быть экстравагантным, если, например, он представлен в виде анималистического принта. Другими словами, если в гардеробе есть хотя бы один серый предмет, он всегда будет востребован. Тема базового гардероба неисчерпаема и безгранична. А все потому, что в последние годы понятие базы обретает достаточно условный характер. Как преподают основу основ в нынешнем сезоне, мы узнали на мастер-классе в школе стиля. В учебниках по стилю образца 90-х годов базовый гардероб трактовался весьма категорично. Состоял он из строгого костюма, юбки и блузы консервативного кроя. В наши дни, когда в моде царит диффузия стилей, основа гардероба становится персонифицированной. Как это выглядит на практике, мы узнали на мастер-классе в школе стиля Оксаны Лебедко. Этот галстук в данном случае мы можем использовать как пояс. Если нам очень хочется подчеркнуть талию, на самом деле, я бы могла ей сделать вот так. Можно сюда добавить пояс. Он очень хорошо подчеркнет талию и покажет, что у нас есть такая красивая грудь. И при этом очень узкие плечи, потому что у нас линия плеча на естественном месте. То есть мы сохраним все пропорции, покажем бедра, талию и наш аккуратный плечевой пояс. Я бы не сказала, что мы разрушили какой-то стереотип. Все равно это достаточно индивидуальный процесс. Поэтому сегодня на клубной встрече мы продемонстрировали несколько девушек разных по характеру, по профессии, естественно, по фигуре, по внешним данным. Поэтому для каждой девушки мы подобрали гардероб без определенного количества вещей, которые она может совмещать между собой. Место классического пальто цвета Camel в новой базовой концепции вполне может занять модель из комбинированной ткани, которая обыгрывается и в деловом, и в вечернем, и в неформальном контекстах. Вот мы на Тане сейчас тоже продемонстрируем вот такое вот пальто. Комфортно, удобно, смело, дерзко и творчески. Варианты могут быть на самом деле разные, поэтому аксессуары надо использовать всегда. И в этом наряде вы можете пойти куда угодно. Благодаря возможности сочетать различные стили, базовым предметом гардероба становится и джемпер с кристаллами, и водолазка в полоску, и золотой свитшот, и даже бомбер из органзы. Не без участия, конечно же, аксессуаров. Хоть она оденет сейчас пышную короткую юбку, хоть она оденет узкую короткую юбку, эта вещь, она у нее будет смотреться и в дневном формате вечернем. Поклонникам классики стилисты предлагают менее экстравагантные решения, но они также выходят за рамки консервативности. Марка Мэри Луна, она выполнена вся из качественных натуральных тканей, но ее крой достаточно свободен, и в этой марке нет размерного ряда. То есть есть one size, у них назван free size, вот, эту марку нужно понять и прочувствовать. Платье базовое, графитовое платье, и вот такая у нас вот блуза. Эту рубашку одеваем с графитовой майкой, с брюками, с бананами, эту рубашку одеваем с платьем, эту же рубашку мы с джинсами одеваем, и ее можем одеть под деловой костюм. Вещи, которые были представлены в капсулах, можно менять, комбинировать с друг другом, и очень удобно и практично на каждый день. Я бы, наверное, прошла мимо, если бы не видела просто их на стойке, вот так показали, рассказали, вот это было открытие. В базовом гардеробе мы там золото присутствует, да, и какие-то вот украшения были такие со стразами, это было интересно. Практическое занятие по базовому гардеробу показало, что к подобного рода экспериментам готовы дамы самого разного возраста и профессий. И, как уже было не раз отмечено, все эти идеи носят индивидуальный характер. Впрочем, если они совпадают с настроением и образом жизни, их можно воспринимать и как руководство к действию. Бутик «Школа стиля». Итальянская мода на Ленина 52. Звездный диетолог номер один Маргарита Королева представляет в Челябинске уникальный мастер-класс. Похудеть навсегда. Легкий путь к стройности. Вы знаете, как расстаться с лишними килограммами. Сохранить красоту, молодость, здоровье, обрести уверенность в себе. Приходите, я буду ждать вас. 20 марта. Конгресс-отель «Малахит». Начало в 14.00. Билеты в зрелищных кассах. Я Маргарита Королева. Совсем скоро буду в городе Челябинск. Клиника лазерной хирургии и косметологии «Диплекс». Легендарная клиника, где меняются судьбы. Маммопластика. Пересадка волос. Блефоропластика. Липосакция. Ринопластика. Лазерное омоложение. «Диплекс». Легендарная клиника, где меняются судьбы. Телефон 211-23-23. Информационный портал «Моя новая жизнь. РФ». Внимание парикмахеров! Этой весной в Челябинске мастер международного класса. Топ-стилист известных парикмахерских брендов. Основатель школы парикмахерского искусства Виктор Уксусов. 25 марта. Мастер-класс «Точные геометрические стрижки». С 26 по 30 марта. Семинар с отработкой. Организатор обучения. Салон «Нова». Запись по телефону. С магазином «Польская одежда» так легко создавать новые образы и выглядеть безупречно каждый день. «Польская одежда» на Сони Кривой 30. На нашем сайте bt31tv.ru проходит фотоконкурс стильных весенних образов. В призовом фонде сертификат в СПА-салон, сумка и косметичка и набор миниатюр от бренда Make Up For Ever, а также шоколадный набор «Красивая жизнь». Ждем ваши фото в обновках. Все подробности на сайте bt31tv.ru. А у меня все. До встречи. Стилисты проекта. Модный дом «Я». Имидж-студия Елены Ивановой. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова